Жители Лабожского не на шутку обеспокоены ситуацией с водоснабжением внутри деревни. В конце 2020 года в дома Лабашчан стала поступать вода с запахом керосина. Спустя сутки подачу жизненно необходимой жидкости подозрительного качества прекратили. Но, как говорится, осадочек остался. Репортаж Алины Волчейской. Вот она идет, светло-желтая. Ну, такой водой, по крайней мере, можно пользоваться. Сегодня Наталья Канева может без опасений заняться делами по хозяйству. Женщина хоть и живет в деревне, но помощью современной бытовой техники, естественно, пользуется. Как-никак 21 век на дворе. Кабинку поставили, посудомоечная машинка у нас. У нас все есть. И вот подключают нам такую воду, которой невозможно пользоваться. Вся техника у нас полетит просто-напросто. В декабре лабощане не на шутку обеспокоились качеством воды, которая стала поступать в дома. Что говорится, на ушах стояла вся деревня. Вода очень вонючая. Она пахнет керосином, железом. Она сразу идет прозрачно. Немножко постоит, она желтеет. При нагревании она становится бурая, бурая. Ей вообще невозможно. Хорошая хозяйка такой водой не станет даже мыть полы. Это у нас фильтр для воды, очистки воды. Вот он идет. Вот идет и второй фильтр. Это уже идет мембранный. Это грубые очистки. Вот, пожалуйста, смотрите, какая вода у нас шла. Очистные фильтры забились за несколько часов. Николай Жахеев, он, кстати, сотрудник Севержилкомсервиса, сразу же позвонил в головной офис и сообщил о том, что вода из новой установки непригодна для использования. Они не справляются просто. Два фильтра стоит. Они не справляются. Вода идет все равно грязная. Обалдеть. И цена. 246 рублей за вот эту кашу. Так вот, я не знаю, как такое водой мыться. Я даже попробовал помыться, когда пришел с работы. Не мог. Там выпачкаться, за месяц пачкаешься больше, чем вымыешься. Лобощане негодуют. Даже если это и техническая вода, она не должна содержать никаких посторонних запахов. Ведь некоторые сельчане, например, пожилые граждане, и вовсе эту воду употребляют в пищевых целях. О проблеме тут же доложили старости деревни. Леонид Суслов в свою очередь сообщил, куда следует. Спустя сутки подачу воды из новой установки прекратили. Водоснабжение возобновили по старой схеме через водонапорную башню. А когда в деревню приехали сотрудники Севержилкомсервиса, имя было принято решение отмыть емкость. Они сказали, будем мыть. Будем ездить. Сегодня приедем будем мыть. Завтра приедем будем мыть. Я говорю, ну у вас денег много, конечно, ездите, мыйте. Только ферри даже нет. Не только чем-то. А холодная вода. Из-под земли вода бежит, ледяная. Николай Жахеев сказал, что должна быть по документам новая цистерна. Новая должна была куплена где-то была. И куда-то она упыла. Водопровод в Лабашском был построен около 20 лет назад. Все это время жители деревни пользовались водой, которая поступала из Печоры через водонапорную башню. В 2020-м было принято решение провести модернизацию. В населенном пункте построили модульную станцию. Именно из этого помещения в дома Лабашян попадала вода. Вот насосная станция, она качает воду из скважины. Далее вода попадает в эту цистерну. И жители деревни уверены в том, что раньше в этой емкости хранили керосин. Спустя некоторое время в Лабашское прибыла комиссия, в которую вошли несколько сотрудников Заполярного района и Севержилкомсервиса, а также глава Великовисочного сельского совета. Данная вода имеет характерный запах. При кипячении она меняет цвет. У нас эти все фотографии есть, она такого темного цвета. Был забор воды в бутылках, проведен Заполярным районом. Две тары было. И одну емкость мы отправили тоже на независимую экспертизу. Это просто от жителей села. Эксперимента ради мы попросили, чтобы нам включили эту воду из цистерны. И мы видим, что она прозрачная, то есть она не желтая, но запах стоит ужасный и пахнет действительно каким-то топливом. Как пояснили в администрации Заполярного района, 13 января в деревню выезжала рабочая группа для выполнения визуального осмотра емкости. По результатам осмотра было выявлено значительное превышение железа, окислившегося. Было принято решение о промывке данной емкостью, обеззараживании и последующей промывке. Превышение окислившегося железа вызвано тем, что емкость значительное время, более трех недель, находилась без циркуляции воды. И осуществлялась непосредственно обогрев этой емкости, для того, чтобы она не замерзла. Специалистами Заполярного района и Север-Желкомсервиса были проведены работы по очистке и обеззараживанию емкости. На днях из цистерны снова отберут пробы. И уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение о вводе емкости в эксплуатацию. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север», деревня Лабожская.